Четверг, с вами компания МДФКЛ, Сергей Радевич, Сергей Климович и Владимир, наш сервисмен, главный человек по ремонту, обслуживанию сварочного оборудования. Сегодня немножко отступим от нашей привычной темы по четвергам. Роман в отпуске, я замещаю его по мере возможностей, но у нас сегодня клевый инфоповод появился. К нам прибыл супер шикарный аппарат Renegade 300i, ET300i. Причем с панелью ТА36, которая включает в себя импульсный режим. Коротко о данном аппарате. Самое на сегодняшний день лучшее, что может предложить ИСАП именно для аргонодуговой сварки в компактном форм-факторе находится перед вами. У данного аппарата лучшее соотношение мощности к размеру. Если вы посмотрите, он совсем небольшой, совсем компактный. Самое главное, его вес 17 кг без всех кабелей и принадлежностей. То есть он может спокойно переноситься с места на место без всяких особых трудностей. Еще одной его отличительной особенностью, как я уже сказал, является мощность. При ПВ 40% его мощность составляет 300 А. При ПВ 100% его мощность составляет 200 А. Напомню, для самого популярного аппарата, у нас по крайней мере, для ТИК сварки KDTIC 2200i, при ПВ 100% максимальный ток всего лишь 140 А. Кому-то этого достаточно. Но уже сама форма, само исполнение показывает, что на достигнутом ИСАП не останавливается. Еще одна отличительная особенность данного оборудования, это то, что здесь есть встроенный трансформатор. И данный источник может использоваться с сетями 220 В однофазными, либо до 480 В трехфазными. Фактически мы можем подключать его к любой удобной для нас сети, но она должна быть довольно мощной, потому что потребление у него все-таки большое, а не маленькое. Как я уже говорил ранее, очень мощный аппарат у нас получился. Еще одна интересная особенность, то, что здесь есть, Сергей, сейчас продемонстрируем. Блока охлаждения данный разъем. Данный разъем можем подключать к пульт дистанционного управления, с помощью которого мы можем контролировать все параметры сварки и дополнительно мониторить аппарат. То есть здесь есть функция самодиагностики. Также при желании мы можем обновить прошивку в аппарате и почитать коды неисправности. Попрошу заметить, как многие часто спрашивают, нет, заряжать телефон от этого разъема нельзя. Это самый популярный вопрос, когда люди видят, что в рабасте мы наблюдали, что в данном аппарате можно ли использовать для телефона или же для питания каких-либо других устройств. Нет, MMA, то есть электродом. Двух-четырехтактный режим. Функция VRD есть. Соответственно, можно регулировать в фоновом режиме в процессе сварки ток и контролировать текущий ток и ток в процессе сварки и напряжение. Также, как я уже говорил, ранее имеется импульсный режим. Коротко о горелке. Часто многие компании при комплектации своего оборудования используют проприетарные аксессуары. Соответственно, если у Эсаба будет, скажем так, данного источника горелка отличная от Эсабовской, предходится немножко думать. Думать, как это все сделать. Но, благодаря тому, что у нас есть Владимир, в течение получаса мы смогли легко и непринужденно подключить горелку Абикор Бинзель. Какая горелка, Володя? 26. А вот, Абитик 26. Да, есть какие нюансы, как разъем подключения газа, управляющий разъем обязательно придется заменить. Но, у нас это все есть, по желанию, пожалуйста, приезжайте, можем помочь вам поставить именно ту горелку, которую вы хотите, на ваше оборудование. Итак, чтобы не затягивать сам процесс, я предлагаю коротко продемонстрировать, как работает данный аппарат. Там нам поможет Владимир. Я хочу просто показать сразу, что я не очень владел сваркой, поэтому... Вот, у нас сервис инженер, сварщик. Я думаю, что у нас в будущем будет в штате отдельный... Да, но показать, продемонстрировать, как-нибудь попробуем. Самое главное, мы продемонстрируем то, что мы подключили горелку Абикор, и это работает. Да, самое главное. Сам процесс сварки, наверное, может, тоже покажем. Наверное, через маску или так. Так, два микрофона, наверное, чтобы он... Мало ли тут... На одном мы покажем, скажем, подготовку аппарата к выдаче клиенту, что все работает, аппарат полностью функционирует, и мы отдаем, даже по просьбе клиента, полностью функционирующие оборудование, чтобы не было сюрпризов на объятии непосредственно. Это никому не нужно. Ну что? Да, я вот так вот, я просто закрою глаза. Вот. Работает вентиляция. Приятный, правильный звук. Понятно, что сварщик с меня никакой, ну, то есть я больше паяльником, поэтому, ну, да, наверное, надо было немножко больше разогреть металл, можно, конечно, немножко шов расплавить. Володь, аппарат работает? Аппарат работает, все видели, все замечательно. У нас 300 ампер, все 300 ампер готовы. Поэтому, да, можно любую горелку пересделать, подключить. Тут очень интересный специфический разъем под газ, он идет конусный почему-то, и не каждый фейсинг подходит. Мы, кстати, нашли нашу это самое, нашли то, что нам нужно, вот, поэтому можем установить разъем на любую горелку. Великолепно, поэтому... Сергей, финальное слово. Да, финальное слово. Коротко о основных достоинствах. Давайте пробежимся еще раз. Компактный размер, хорошая мощность, возможность работы от однофазной и трехфазной сети из коробки. Класс защиты IP23. Можно использовать и на улице. И самое главное, что вещь взаимодействующая, качественная, которая только возможна, качество работы. Поэтому приходите к нам, обращайтесь к нам, мы всегда готовы вам помочь, подсказать, научить. Приходите, пишите, звоните. С вами был МДФКЛ. Всем хорошего настроения, хорошего окончания рабочего дня. Пока-пока. Сейчас еще финальная, финальная, красивая, действительно классная парад. Нам, нашей всей команде тоже, он очень симпатичен. Клиент будет доволен, однозначно. Все, всем пока. До встречи, ребят. Бежим упаково. Только разогрелись, 10 человек, 11. Ладно, братва, до свидания.